Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В русском переводе. Слава Богу за все. Аминь. Святой Иоанн Златоуст. Том 9 в двух книгах. Книга 1. Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии 1903 год. От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печатать дозволяется. Санкт-Петербург 15 января 1903 года. Сергий. Епископ Янбургский, ректор Академии. Беседы на деяния апостольские. Беседа первая. Первую книгу написал я к тебе, Феофиум, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. Глава 1, стихи 1, 2. Многие не знают даже и того, что эта книга существует. Не знают ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище таилось и оставалось в неизвестности. Эта книга может принести нам пользу не меньше самого Евангелия. Такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, особенности, совершенных Духом Святым. Не будем же оставлять ее без внимания, но станем тщательно исследовать. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, в каких Христос возбещает в Евангелиях истину, тияющую в самых событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведенную в них Духом Святым. «Христос говорил ученикам, всякие верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит» Иоанна 14.12 «И предсказывал им, что они пред правителей и царей введены будут, что их станут бить на сборищах их» Матфея 10.17.18 «Что они подвернутся жесточайшим мукам и над всем восторжествуют, и что Евангелие будет проповедано во всем мире» Матфея 24.14 «Все это равно, как и еще большее другое, что он говорил, обращаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всею точностью». «Здесь же увидишь и то, как сами апостолы как бы на крыльях обтекали землю и море, как они боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны ни гневу, ни вожделению, и оказались решительно выше всего». «Увидишь, что они имели великое единомыслие, и что между ними никогда уже не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности начала сиять любовь, о которой Христос много заповедовал им словами. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13.35 Можно также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны, да и то, что составляет основание нашего спасения, как по отношению к жизни, так и по отношению к догматам, было бы темно и неясно. Но преимущественно здесь описывается деяние Павла, более всех потрудившегося. Это потому, что составителем книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель можно усмотреть как из многого другого, так и в особенности из того, что он неразлучно пребывал с учителем и постоянно за ним следовал. Так, когда Дима и Гермоген оставили Павла, и один пошел в Галатию, а другой в Далматию, послушай, что апостол говорит о нем. «Один Лука со мною», 2 Тимотею 4.10 И в послании к Коринфянам о нем же говорит «Похваляем его всеми за благовествование», 2 Коринфянам 8.18. Также, когда повествует, что Христос явился к Ифе, потом в 12 и говорит «Похваляем его», 1 Коринфянам 15.1.3, что разумеет Евангелие Луки. Поэтому не погрешит тот, кто ему припишет это творение. А когда я говорю «Ему», разумею, Христа. А если же кто скажет «Почему же Лука не все описал, оставаясь с Павлом до конца», то я отвечу, что и этого достаточно было для тех, кто хотел быть внимательным, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими, и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и по требствам неписанного предания. Таким образом, все, что заключается в этой книге, достойно удивления, но в особенности, то есть исхождение апостолов, который внушал им Дух Святый, приготовляя их на служение слову о домостроительстве спасения. Поэтому-то сообщив столько о Христе, они немногое сказали о божестве Его, а больше говорили о Его человечестве, страдании, воскресении и возмесении. Теперь им прежде всего нужно было удостоверить в том, что Он воскрес и возмесся на небеса. Поэтому, как и сам Христос преимущественнее всего, старался доказать, что Он пришел от Отца, так и Лука в особенности доказывает, что Он воскрес и возмесся, и отошел к Отцу, и от Него пришел. Если не верили этому прежде, то тем более теперь, когда присоединилось воскресение и вознесение, все учение о Христе казалось иудеям невероятным. Потому-то постепенно и мало-помалу возводит их к Высшему. А в Асинах Павел назвал его даже просто человеком, Диане 17.31, не сказав ничего больше, и поступил правильно. Ведь если иудеи часто покушались побить камнями самого Христа, когда Он говорил о равенстве Своем с Отцом, и называли Его зато богохульником, то они едва ли бы приняли слово об этом от рыбарей, и особенно тогда, когда уже предшествовал Крест. 7. Но зачем говорить об иудеях, когда и сами ученики, внимая высшим догматом, тогда часто смущались и соблазнялись? Поэтому Христос и говорит, многое имею я сказать вам, но вы не можете теперь вместить Иоанна 16.12. 8. Если же не могли они, несмотря на то, что столько времени обращались с ним, были участниками стольких тайн и видели столько чудес, то как могли люди, только что отставшие от капищ, идолов и жертвоприношений, от кошек и крокодилов, таково именно было языческое богохождение, и от прочих скверн, подчас принять высокие речи о догматах? 9. Да и сами иудеи, которых ежедневно учат и которым внушает закон «Слушай, Израиль! Господь, Бог свой есть Господь Единый!» 10. И кроме Его нет другого. 10. Второзаконие 6.4. Которые видели Христа, пригвожденным к древу крестному, которые даже сами и распяли, и погребли Его, но не видели воскресцем. 11. Иудеи, слыша, что Он, то и есть Бог, и что Он равен Отцу, не должны ли были, скорее всего, отступить и удалиться? 11. Потому-то апостолы постепенно и мало-помалу возводят их к понятиям высшим и, с одной стороны, выказывают великое снисхождение, а с другой, пользуются обильнейшую благодатью Духа и именем Христа. 12. Так творят чудеса еще большие, нежели какие Он сам сотворил, чтобы посредством того и другого воздвигнуть лежащих в долу и удостоверить слово о воскресении. 13. Настоящая книга и содержит в себе по преимуществу это, именно доказательство воскресения, так как уверовавшему в последнюю же легко было принять и все остальное. 14. Итак, вот в чем, говоря вообще, преимущественно состоит содержание и вся цель этой книги. Послушаем же теперь самое ее вступление. 15. Первую книгу написал я к тебе, Сеофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. 16. Стих 1. Для чего Лука напоминает Сеофилу о Евангелии? 16. Чтобы показать свою точность, так как в начале той книги он говорил, рассудилось и мне по тщательному исследованию, по порядку описать тебе. 16. Луки 1.3. И не довольствуется своим только свидетельством, но все возводит к апостолам, говоря, которые были самолитцы и слуги слова. 17. Поэтому-то, сделав достоверным свое слово там, он и не нуждается здесь в новом удостоверении, так как однажды приобрел уже себе доверие Сеофила и тем произведением показал ему свою точность и истинность. 18. А кто был достоин веры и кому действительно верили, когда он писал то, что слышал, тому тем справедливее верить, когда он излагает не то, что принял от других, но что сам видел и слышал. 18. Если, говорит, ты принял мое повествование о Христе, то тем больше примешь повествование об апостолах. Что же? Разве то его произведение, Евангелие, есть только обыкновенная история и слово его не причастло духа? 18. Отнюдь нет. Почему? Потому что то, что передали ему бывшие очевидцы и служители слова, было от духа. 18. Но почему же он не сказал, что удостоившиеся духа святого, но бывшие очевидцы, потому что это-то есть знание, есть самовизм очевидцев, всего более придает достоверность повествованию, а то для людей неразумных показалось бы даже гордостью и хвостовством, потому что Иоанн так говорит, 18. Я видел и свидетельствую, что сей есть Сын Божий. Иоанна 1.34. 18. Да и Христос также говорит Никодиму, когда тот был еще груб, мы говорим о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Иоанна 3.11. 18. И опять, доказывая, что о многом можно свидетельствовать, основываясь и на данное зрение, он говорил ученикам, вы свидетели о мне, потому что я вы сначала со мною. Иоанна 15.27. И сами апостолы часто так говорят, свидетели мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Иоанне 2.32. А Петр впоследствии, чтобы уверить, в воскресении говорил, которые с ним ели и пили. Иоанне 10.41. Вообще, иудеи, язычники, скорее принимали свидетельство людей, которые обращались со Христом, потому что были еще очень далеки от познания Духа. Поэтому Иоанн в своем Евангелии, повествуя о крови и воде, говорит, что он сам это видел. Иоанна 19.35. Выставляя им свое видение, как самое достоверное свидетельство. Конечно, внушение Духа не сомнение, свидетельство зрения, но не у неверных. А что Лука был причастен Духа, это видно из многого. Из знамений, которые теперь совершаются, из того, что в то время и простые люди получали Духа Святого, и свидетельство Павла, который говорит о нем всеми похваляемого за благовествование. 2 Коринфянам 8.18. Наконец, из того, что он был удостоен рукоположения, так как Павел, сказав эти слова, прибавил, но и освящен от церквей с нами ходить в благодатью тею. 2 Коринфянам 9. Первую книгу написал я к себе, Феофил. Не просто говорит о всех, но о всем от начала до конца. Даже до дня, говорит он, который вознесся. Но ведь Иоанн разъясняет, что невозможно было писать всего, и чтобы раскрыть это, говорит, многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, подумаю и самому миру, не вместить бы написанных книг. Иоанна 21.25. Как же скажешь, Лука говорит о всем, но он не сказал все, а о всем, а это значит тоже, что вообще и сокращенно. Или иначе, он говорит обо всем, что особенно важно и нужно. Далее показывает, в чем именно состоит это все. От начала, что говорил Иисус и чему учил. Чем указывает на его чудеса и учения, а также на то, что он учил самым делом. Заметь еще и то, как человеколюбива апостольская душа его, если и для одного человека он столько потрудился, что написал целое Евангелие. Так как он слышал слова Христа, нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых стих, Матфея 18.14. Но почему он составил не одну книгу, между тем, как посылал к одному феофилу, а разделил ее на две части, для ясности, а также и для того, чтобы дать слушателю возможность отдохнуть, при том же эти писания различные по самому содержанию. Но смотри, как Христос делами придавал достоверность своим словам. Он наставлял в кротости и говорил, научитесь от меня, ибо я кротот и смирен сердцем. Матфея 11.29. Учил быть нестяжательными и показывал это самыми делами. Сын человеческий, говорил он, не имеет где главу склонить. Матфея 8.20. Опять заповедовал любить врагов и наставлял этому молять на кресте за раскинателей. Говорил желающему судиться с собою и взять верхнюю свою одежду, отпусти ему и рубашку. Матфея 5.40. А сам отдал не только свои одежды, но и кровь. Так повелел он поступать и ученикам. Поэтому и апостол Павел говорит, по образу, который имеете в нас. На самом деле нет ничего бесполезнее учителя, который любомудрствует только на словах. Это свойственно не учителю, а лицемеру. Потому апостолы прежде учили жизнью, а потом словами. Да им даже и не нужны были слова, потому что громко говорили дела их. Не ошибется также и тот, что самое страдание Христа назовет действием. Ведь через страдания он сотворил великое и чудное дело, разрушил смерть и совершил все прочее. До того дня, в который он вознесся, дал святым духам повеления апостолам, которых он избрал. Брал, стих 2, 1 главы, заповедав духом, то есть сказал им слова духовные, в которых не было ничего человеческого. Или так надо бы напонимать эти слова, или же так, что он заповедал им по внушению духа. Видишь, как еще уничиженно Лука выражается в Шристе. Так и сам Христос говорил о себе. Слова мои, суть, дух. Матфея 12, 28. Так как и Дух Святый действовал в том храме. Что же он заповедал? Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я заповедал вам. Матфея 28, 19, 20. Великую для апостолов похвалу составляет то, что им поручено было такое дело, то есть спасение Вселенной. Что им верены были слова, исполненные Духа, как на это и указывает Лука, когда говорит, Духом Святым. Разумея слова Христовы. Слова, которые я говорю вам, суть, Дух Иоанна 6, 63. А говорит он это для того, чтобы возбудить слушателей желание узнать заповеди и чтобы сделать апостолов заслуживающими доверия, так как они будут возвещать слова Духа и заповеди Христовы. Заповедов, говорит он, вознесся. Не сказал Лука, вошел, потому что все еще говорит о нем как о человеке. И так Христос учил учеников и после воскресения. Но никто не изложил нам подробности всего, что произошло в то время. Более же других повествует об этом Иоанн и писатель настоящей книги. Но всего никто не рассказал ясно, потому что все заботились по-другому. Узнали же мы об этом от апостолов, так как они что слышали, то и сообщили. С которыми явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о царстве Божием. Стих 3. Сказавши сначала о вознесении, говорит теперь и о воскресении. После того, как сказал «вознесся», чтобы ты не подумал, что он вознесен, да с другими прибавил, которым и явил себя живым по страданиям. Ведь если он сам совершил дело большее, то тем более мог совершить меньшее. Стих 3. Стих 3. И не допустить их обращаться с ним по-прежнему. И не без причины он делал это, но потому что тщательно заботился об устроении двух вещей. О том, чтобы поверили воскресению, и чтобы, наконец, думали о нем выше, чем о простом человеке. Хотя эти два дела были противоположны одно другому, так как для уверения в воскресении надлежало случиться многому человеческому. А для убеждения в том, что он выше человека, напротив, тем не менее, однако, и то, и другое произошло в надлежащее время. Почему же он явился не всем, а только апостолом? Потому что народу, не знавшему неизреченного таинства, он показался бы привидением. Если и сами ученики сначала не верили, приходили в смущение, и нуждались в прикосновении рукой, и вообще не трапезы, то, чего, естественно, следовало ожидать от народа. Потому что воскресение неопровержимо и доказывается чудесами, чтобы оно было несомненным не только для тогдашних людей, но и для всех последующих родов. Что у первых происходило от того, что они видели чудеса, то у всех последующих должно было происходить от веры. Поэтому отсюда мы заимствуем доказательства и против неверных. В самом деле, если он не воскрес, но остается умершим, то каким образом апостолы совершали знамение его именем? Или они не совершали знамений? В таком случае, каким образом возник наш христианский род? Этого неверные, конечно же, не станут утвергать и не будут спорить против того, что видят. А потому, когда они говорят, что знамений не было, то тем еще больше бесчестят сами себя. В самом деле, то было бы величайшее чудо, если бы без чудес вся вселенная прибегла ко Христу, будучи уловлено двенадцатью бедными и неучеными людьми. Ни множеством богатства, ни мудростью слов, ни другим чем-нибудь подобным победили рыбари. Так что по неволе должно признать, что в них была сила божественная, так как невероятно, что сила человеческая когда-либо могла столько сделать. Поэтому-то и сам Христос оставался на земле после воскресенья сорок дней, давая видеть себя в течение продолжительного времени, чтобы ученики не сочли видимого привидением. Да и этим он не удовольствовался, но Христос купил еще и трапезу, о чем далее и говорит Лука. Это всегда и сами апостолы считали доказательством воскресенья, говоря «мы с ним ели и пили» в Яне 10.41. А что Христос сделал во время своих явлений, это показано в последующих словах «являясь им и говоря о царстве Божием». А так как апостолы были опечалены и устрашены тем, что уже совершилось, а между тем им надлежало выступить на великие подвиги, то он, ободряя их словами о будущем, повелел не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. Их 4. Сначала, когда они еще боялись и страшились, он извел их в Галилею, чтобы они без страха могли выслушать слова его. Потом, когда они выслушали и провели с ним 40 дней, повелел не отлучаться из Иерусалима. Для чего так? Как воинам, намеревающимся напасть на неприятеля, никто не позволит выступить прежде, чем они вооружатся. Как коням не позволят выбежать на ресталище, прежде чем у них будет возниться, так и им Господь не дозволял выступить на борьбу прежде сошедствия Святого Духа, чтобы множество врагов легко не одолело и не клянило их. И не только поэтому повелевают не отлучаться от Иерусалима, но и потому, что там многие имели уверовать. К тому же, чтобы не говорил кто-нибудь, что они, оставив своих знакомых, пошли хвалиться киноземцам, для этого они перед теми самыми людьми, которые умертвили Христа, представляют доказательство Его воскресения. Пред теми самыми, которые растяли и погребли Его в том самом городе, в котором дерзновенно совершено было это беззаконное дело, так что через это заграждены были уста и всем иноземцам. В самом деле, если сами растявшие Его явятся в числе уверовавших, то, очевидно, это будет явным знаком и креста, и беззакония поступка иудеев, и великим доказательством воскресения. А чтобы ученики не говорили, как мы, когда нас так мало и мы так ничтожны, в состоянии будем жить среди такого множества людей, нечестивых и дышащих убийцам, смотри, как Он избавляет их от этого страха словами, но ждите обещанного от Отца, о чем слышали от меня. Пик 4. Когда же скажешь, они слышали? Тогда, когда Он говорил, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. Иоанна 16.7. И опять, Я умолю Отца и даст вам иного утешителя, да пребудет с вами вовек. Иоанна 14.16.13. Но почему Дух Святый пришел не тогда, как Христос был еще на земле, и не тот час после Его отшествия, но между тем, как Христос вознесся в 40-й день, Дух Святый пришел, когда кончались дни Пятидесятницы, в Иоанне 2.1. И каким образом, когда Духа еще не было, Христос говорил, примите Духа Святого, Иоанна 20.22. Это для того, чтобы приготовить учеников и сделать их способными к его принятию. Ведь если Даниил пришел в изнеможение от того, что должен был увидеть ангела, Даниила 8.17, то тем больше изнемогли бы они, имевших принять столь великую благодать. Или в таком смысле нужно понимать эти слова, или же так, что Христос сказал о будущем, как уже о совершившемся. Подобно тому, как говорил, наступайте на змей и на старпионов, и на всю силу вражию. Луки 10.19. Но почему же Дух Святый не так часто тогда пришел? Апостолы должны были воспламениться желанием этого события, и тогда уже получить благодать. Поэтому Дух Святый пришел тогда, когда Христос отошел. А если бы Он пришел в то время, когда Христос был еще на земле, в них не было бы такого ожидания. По той же причине Он пришел и не тот час после вознесения Христова, но спустя 8-9 дней. Так и мы тогда особенно обращаемся к Богу, когда бываем поставлены в какую-нибудь нужду. Поэтому Иоанн тогда в особенности посылает учеников ко Христу, когда они должны были нуждаться в Иисусе, так как сам Он был уже в темнице. А с другой стороны, надлежало, чтобы сначала наше естество явилось на небесах и вполне совершилось примирение, а потом бы уже и пришел Дух. И ученики исполнились бы чистой радости. Если бы по пришествии Духа Святого Христов подалился, а Дух Святый прибыл на земле, то в этом не было бы для них только утешения, так как они были очень привязаны ко Христу. Почему Он и говорил, утешая их, «Лучше для вас, чтобы Я пошел». Иоанна 16,7 Поэтому Он и отлагает на несколько дней из послания Святого Духа, чтобы они немного испытал печаль и почувствовал, как я сказал, нужду, насладились полною и чистою радостью. А если бы Дух был меньше Его, то этого утешения было бы недостаточно. Да и как бы Он мог говорить, «Лучше для вас». Для этого и предоставлено Духу Святому большая часть учения, чтобы не сочли Его меньшим. Заметь, какую необходимость быть в Иерусалиме, Христос поставил учеников тем, что обещал даровать там Духа, чтобы они опять не разбежались после Его вознесения. Этим ожиданием, как бы некоторыми узами, Он всех их там удерживает. Сказавши, «Ждите обещанного от Отца, о чем слышали от Меня», прибавил, «Ибо Иоанн крестил водою. Вы же через несколько дней будете крещены Духом Святым». Их пятый. Здесь, наконец, он показывает различие между собою и Иоанном, и уже неприкровенно, как прежде. Прежде он очень затянил свою речь, сказал, «Меньший в Царстве Небесном больше Его». Матфея 11.11. Но теперь, говорит, гораздо яснее, Иоанн крестил водою, «Вы же будете крещены Духом Святым». Уже не приводит самоосвидетельство Его, Матфея 3.11.12, но только укажет на Его лицо и тем самым напоминает о том, что было им сказано, и показывает, что они стали уже выше Иоанна, так как и сами они имели крестить Духом. И не сказал, «Вас же я крещу Духом Святым, но будете крещены, научая нас смиренно мудрею». А что именно Он крестил, это уже очевидно было из свидетельства Иоанна, который сказал, «Тот есть крестящий Духом Святым и огнем». Луки 3.16. Почему Христос и упомянул о нем одном? Итак, Евангелие повествуют о том, что сделал и сказал Христос, а деяние о том, что сказал и сделал другой утешитель. Конечно, Дух Святой многое совершал и прежде, подобно тому, как Христос действует и ныне, как действовал прежде, но прежде через храм, а теперь через апостолов. Тогда Он вошел в детственную тробу и образовал в ней храм, а теперь в души апостольские, когда не шел в виде голубя, а теперь в виде огня. Почему так? Там показывал кротость, а здесь строгость, и напоминая благовременно о суде, когда нам бежало простить грехи, нужна была великая кротость, а как скоро мы получили этот дар, время уже суда и испытания. Но почему Христос говорит, будете крещены, когда в горнице не было воды, потому что более главным крещением есть дух, через который действует и вода. Подобным образом и о самом Христосе говорится, что Он был помазан, хотя Он никогда не был помазан Гелеем, а получил Святого Духа. Впрочем, можно найти, что они были крещены водою, и крещены в различные времена. У нас то и другое крещение, то есть с водою и духом бывает вместе, а тогда было раздельно. Вначале они крещены были от Иоанна. Это неудивительно, ведь если блудницы и мы-то пришли к тому крещению, затем скорее пришли те, которые после этого должны были креститься духом святым. Потом, чтобы они не говорили, это все еще только обещание, так как Он и прежде много говорил об этом. И чтобы не подумали, что это действие неосуществимое, Он отклоняет их от такого предположения словами о истечении немногих дней. Когда именно этого не объявил, чтобы они всегда бодрствовали, сказал, что будет скоро, чтобы они не ослабели, однако не присоединил, когда именно, чтобы всегда были бдительны. И не этим только уверяет их, то есть не кратко, что только времени, но и словами обещанное, о чем слышали от меня. И четвертый, его слова значат, не теперь только я сказал вам, но уже и прежде обещал это, что непременно исполнил. Итак, зачем же ты удивляешься тому, что Он не сказал дня кончины мира, когда и этого дня столь близкого не восхотел объявить? И это Он сделал вполне естественно, чтобы они всегда бодрствовали, ожидали и заботились. Читатство. «Невозможно, поистине, невозможно сподобиться благодати тому, кто не бодрствует. Разве не знаешь, что говорит ли я своему ученику? Если увидишь Меня вознесенным, будет тебе» 4 Царств 2.10. То есть будет тебе то, чего ты просишь. И Христос всегда говорил приходящим к нему, веруешь ли? Потому что если мы не освоимся с тем, что даруется, то не будем сильно чувствовать и благодеяние. Как и на Павла, не так часто шла благодать, но наперед прошло 3 дня, в которые он оставался слепым, помился страхом и приготовлялся. Как те, которые окрашивают багряницу сначала некоторыми другими веществами, подготовляют материю, назначаемую для краски, чтобы цвет вышел не ленючий, как и здесь Бог сначала приготовляет бодрственную душу и тогда уже изливает благодать. Поэтому-то и не тотчас он послал Духа, но в Пятидесятницу. Если же кто станет говорить, почему и мы не крестим в это время, то я отвечу, что благодать и в Пятидесятницу и ныне одна и та же, но ум теперь бывает возвышеннее, потому что предуготовляется постом. За и время Пятидесятницы имеет также не несообразность этим некоторое значение. Какое же именно? Отцы наши считали крещение достаточную уздою для злого возделения и великим уроком жить целомудренно и во время самого веселья. Поэтому, как бы вкушаясь самим Христом и участвуя в его трапезе, не станем ничего делать просто, но пребудем в постах, молитвах и в великом воздержании. Если тот, кто хочет получить мирское начальство, приготовляет себе все необходимое для жизни, и чтобы достигнуть какого-либо достоинства, тратит деньги, не жалеет времени, переносит бесчисленные труды, то чего достойны мы, когда с таким неродением приступаем к Царству Небесному, не заботимся о нем, прежде чем получим, и неродим, когда получим. А от того мы и бываем неродивы после получения, что не были бдительны до получения. Поэтому-то многие тот час после получения и возвратились на свою блевотину. 2 Петра 2.22 Сделались худшими и навлекли на себя тягчайшее наказание. Они освободились от прежних грехов, но потому-то особенно и прогневали судью, что и освободившись от такого недуга, не исправились, но потерпели то, чем Христос угрожал расслабленному, говоря, «Вот ты выздоровел!» «Смотри, не греши больше, чтобы не случилось чего хуже». Иоанна 5.14 И что он предсказывал о геудеях, показывая, что они неисцельно пострадают за свою неблагодарность. Если бы не говорил им, то не имели бы греха. Иоанна 15.22 Так грехи, совершаемые после крещения, делаются вдвое и в четверо тяжелее. Почему? Потому что, сподобившись чести, мы являемся неблагодарными и злыми. Поэтому-то купель крещения нисколько не облегчает для нас наказание. Заметь, имел ли кто тяжкие грехи до крещения? Совершил ли, например, убийство или прелюбодеяние? Или сделал что-нибудь другое, еще более тяжкое? Все это отпускается через купель крещения. В самом деле, нет подлинно, нет никакого греха и нечестия, которое бы не уступило этому дару и не было его ниже, потому что это божественная благодать. Но если кто опять спал в прелюбодеяние и совершил убийство, то хотя прежнее прелюбодеяние разрешено, и то убийство отпущено, и уже не воспоминается, так как нераскаянное даровано и звание Божие Кремлянам 11.29, тем не менее, за эти грехи, совершенные после крещения, мы подвергаемся такому же наказанию, как если бы и прежние были приняты во внимание, и даже гораздо большему. Это уже не просто грех, но грех двойной и тройной. А что за эти грехи ожидает большее осуждение? Послушай, что говорит Павел. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему, думаете вы, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не считает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Евреям 10.28.29 Может быть, я многих отвлек теперь от принятия крещения, но я сказал это не с этой целью, а для того, чтобы принявшие крещение пребывали в целомудрии и усиленно вели честную жизнь. Но я боюсь, скажет кто-нибудь, если бы ты боялся, то принял бы и стал бы хранить. Но потому-то самому скажешь, я и не принимаю, что боюсь не сохранить. А так без крещения отойти не боишься? Бог скажет, что человека любив, потому-то и прими крещение, что он человека любив и помогает нам. Но ты, когда нужно бы позаботиться о крещении, не представляешь себе этого человеколюбия, а когда хочешь отложить его, тогда о нем вспоминаешь между тем, как это человеколюбие имеет место в первом случае, и к нам оно будет проявлено в особенности тогда, когда из своей стороны принесел, что следует, кто во всем положился на Бога, тот, если и согрешит, как-то свойственно человеку после крещения, через покаяние, подобиество человеколюбия. А кто, как бы мудрствуя о человеколюбии Божьем, отойдет отсюда чуждым благодати, тот подвергнется неизбежному наказанию. Зачем же ты поступаешь так против своего спасения? Невозможно. Совершенно невозможно, как я по крайней мере думаю, чтобы человек, который отлагает крещение, обольщая себя такими надеждами, совершил что-нибудь возвышенное и доброе. Для чего ты принимаешь на себя такой страх и прикрываешься неизвестностью будущего? Почему не переменяешь этого страха на труд и старание, чтобы стать великим и достойным удивления? Что лучше, бояться или трудиться? Если бы кто-нибудь посадил тебя без всякого дела в разваливающемся доме и сказал, ожидаю, что может упасть на свою голову потолок, так как он уже сгнил, может быть он упадет, а может быть и не упадет. Если же ты не хочешь этого, потрудись и живи в здании более безопасно. Что бы ты предпочел? Праздно слету, соединенный со страхом, или этот труд с уверенностью в безопасности? Поступай же так точно и теперь. Неизвестное будущее – это как бы некоторый истлевший дом, всегда угрожающий падением, а этот труд, соединенный с утомлением, обещает безопасность. 17. Итак, не дай Бог, чтобы мы подвергли столь великому несчастью греши после купели. Но если бы и случилось что-нибудь подобное, то и при таких обстоятельствах не будем отчаиваться. Бог человека любил и предоставил нам много путей к получению прощения и после крещения. И как те, которые грешат после купели, по этой самой причине наказываются больше оглашенных, так и те, которые знают, что есть вратисто покаяние и не хотят им воспользоваться, подвергнутся терпчайшему наказанию, потому что чем больше умножается человеколюбие Божие, тем больше усиливается и наказание, если мы должным образом не воспользуемся им. Что ты говоришь, человек? Ты был исполнен такого множества зол, ты был без всякой надежды на спасение и внезапно сделался другом Божиим и возведен на высшую почесть не за свои подвиги, но по дару Божию. Ты опять возвратился к прежним постыдным делам, за что и заслуживал бы тяжкого наказания, но Господь и при этом не отвратился от тебя, а дал бесчисленные средства к спасению, через которые опять можешь сделать с его другом. Так поступает Бог. А ты и при этом не хочешь потрудиться, какого же, наконец, ты будешь достоин прощения? И несправедливо ли будут смеяться над тобой язычники, как над каким-нибудь трутнем, живущим по пусту и напрасно? Если ваши любомудрия, скажут они, имеют силу, то объясните, что значит это множество непосвященных. Прекрасный, вожделенный таинства, но пусть никто не принимает крещение, когда уже разлучается с душою. Тогда время не таинств, но завещаний, а время таинств здравое состояние ума и целомудрия души. Скажи мне, если никто не решится написать завещание, находясь в таком состоянии, а если и напишет, то этим даст возможность впоследствии опровергнуть его. Почему и начинают завещание вот этими словами? Я при жизни, находясь в полном и здравом разуме, делаю распоряжение о своем имуществе, то как возможно тому, кто потерял сознание, быть правильно посвященным таинства? Если мирские законы не позволяют составлять завещание о житейских вещах человеку, не вполне владеющему разумом, не позволяют, несмотря на то, что он здесь распорядился по своим имуществам, то как ты, наставляемый в учении о небесном санкции и о тех неизреченных благах, в состоянии будешь ясно все узнать, когда от болезни часто теряешь рассудок. Да и как ты скажешь Христу, погребая с ним те слова, когда ты уже отходишь. Ведь и в делах, и в словах надо бы навыказать с ним расположение. А ты делаешь тоже, как если бы кто захотел записаться в число воинов, когда война уже оканчивается, или как если бы борец стал снимать с себя платье, когда бывшие на зрелище уже встали. Ты берешь оружие не для того, чтобы тот час отступить, но чтобы взявшие одержать победу над противником. Пусть никто не считает слова об этом неблаговременным, потому что теперь не Четыридесятница, о том-то я и сокрушаюсь, что вы наблюдаете время в подобных делах. Ведь внух тот, Диане 8.27, несмотря на то, что был варваром, что путешествовал и находился среди большой дороги, не рассуждал о времени. Так точно поступил и темничный страж, Диане 16.29, хотя находился среди узников, видел учителя избитым и связанным, и полагал, что он еще останется в темнице, а теперь многие, несмотря на то, что живут не в темнице и не в пути находятся, отлагают свое крещение и отлагают до последнего издыхания. Диане 19. Итак, если ты еще сомневаешься в том, что Христос есть Бог, то стой вне церкви, не слушай божественных слов и не считай себя в числе оглашенных. Если же не сомневаешься и ясно знаешь это, то зачем медлишь, зачем уклоняешься и откладываешь, боюсь, говоришь, как бы не согрешить, а не боишься того, что страшнее, как бы не отойти туда со столь тяжким временем. Ведь не все равно, не принять благодати предлагаемой и, решившись жить добродетельно, погреши. Скажи мне, если станут обвинять тебя, зачем ты не приступил к крещению? Почему не жил добродетельно? Что ты скажешь? Там ты еще можешь, пожалуй, сослаться на тяжесть заповедей добродетели. Но здесь нет ничего такого. Здесь благодать, даром дающая свободу. Но ты боишься, как бы не согрешить. Говори это после крещения. Тогда имей этот страх для того, чтобы сохранить дерзновение, которое ты получил, а не для того, чтобы уклоняться от такого дара. А то до крещения ты благочестил. После же крещения легкомыслен. Но ты ожидаешь времени четырех десятилетий. Для чего? Разве то время имеет что-нибудь особенное? Апостолы не в Пасху достойлись благодати, но в другое время. Так же не подставлено было время, когда крестились три тысячи и пять тысяч. Равно как кормили, девнух и очень многие другие. И так не будем выжидать времени, чтобы через медленность и отлагательство не лишиться столь великих благ и не отойти без них. Как подумаете вы, я скорблю всякий раз, как слышу, что кто-нибудь отошел отсюда, не будучи посвящен таинству. И всякий раз, как представляю себе все нестерпимые муки и неизбежные наказания. Как опять я сокрушаюсь, когда вижу других, дошедших до последнего издыхания, но и тем не вразумляющихся. Потому-то и происходит многое недостойное этого дара. Следовало бы веселиться, ликовать, радоваться и украшаться венками, когда кто-нибудь посвящается в таинство. А у нас, жена больного, когда услышит, что врач присоветовал это, сокрушается и плачет, как о каком-нибудь несчастье. Везде в доме вопли и стинания, как бы по осужденным отводимым на казнь. Да в свою очередь и сам больной тогда в особенности печалится. А если выздоровеет, то еще больше сокрушается. Как будто ему сделали великое зло. Так как он не был приготовлен к добродетели, то лениться и уклоняется, от следующих затем подбегал. Видишь, какие козни устрояет дьявол, какому подвергает стыду, какому посмеянию. Освободимся же от этого посмеяния. Будем жить, как Христос заповедовал. Не для того он дал крещение, чтобы мы, принявши его, отошли в вечность, но чтобы поживши показали плоды. Как скажешь, приноси плоды тому, кто уже отходит, кто уже отсечен. Не слышал ли, что плод же духа есть любовь, радость, мир? Галатам 5.21. Как же происходит противное? Жена стоит в слезах, когда бы следовало радоваться, дети рыдают, когда бы нужно было веселиться, сам больной лежит мрачен, страхи и смущения, когда бы должно было торжествовать. Он сильной печалят мысли о сиротстве детей, о вдовстве жены, о запущении дома. Так ли, скажи мне, приступают к таинствам? Так ли приобщаются священные трапезы? Можно ли это свести? Если царь пошлет указ об освобождении узников из темницы, то бывает веселье и радость, а когда Бог посылает небес Духа Святого и прощает ни денежные ни доимки, но все вообще грехи, что вы все плачете и сокрушаетесь? Что это за несообразность? Не говорю еще о том, что и на мертвых была изливаема вода, и на землю была повергаема святыня, но не мы в этом виноваты, а люди безрассудные. Поэтому умоляю вас, отставим все, обратимся к себе самим и со всею ревностью приступим к окрещению, чтобы показав им настоящей жизни великую ревность, получить и будущее дерзновение, которого и досподобимся всем и по благодати и человеколюбию Господа нашего и Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.